Маниш, вот как тебе объяснить? Изучать русский язык и понимать русского человека — это разные вещи. Ну, как ты понимаешь фразу «зрители разошлись?» Ушли, ушли. А теперь «зрители разошлись не на шутку». Это значит «не ушли», «не ушли». Это трудно ему объяснить, что «забить» и «положить» в России — это синонимы. Я знаю, «забить» — вот как «гвоздик» забить. И «положить» — ну что-то положить. Я прав? Ну, ты что? Я ты понимаешь? Я три года изучал. Очень трудно. Главное, чтобы на тебя тут не положили. Нет, но мне не надо ничего, потому что на что положить невозможно. Как ты понимаешь фразу? Один другого спрашивает, «пить есть?» Он говорит, «пить есть, есть — нет». Я это не понял. Он не может понять, почему девичник — это скопление женщин в России, а бабник — это любвеобильный мужчина. А действительно, я этого не знал. Я сначала знал, что бабник — это там, где много бабушки. Я теперь уже знаю, но я не бабник. У нас и бабники бывают двух видов. Одни любят баб, другие — бабки. Нет, бабушек надо тоже любить, потому что все эти любят. Нет, я всех люблю. Вроде на одном языке разговаривали. Да я бы не могу объяснить, что борщ пересолила и солью переборщила — это одно и то же. А безлюдное и бесчеловечное — это не синонимы. Что «очень умный» — это комплимент. «Умный» — очень это издевка. А что «очень умный» — это уже угроза, понимаете? В русском языке надо ловить слова, смотри, вот манишь. Смотри, игра слов. Писатель пишет, писарь переписывает, пристав описывает, ученик списывает, следователь записывает, инспектор выписывает, врач прописывает. А я все это писал сейчас. А писать и писать — это разные слова. Они от смеха это делают, а я описываю. То, с чего они от смеха писают. А бабушка ушла, потом уже... 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 Продолжение следует...